Шеф-повар, Максим Григорьев. Зурбелиш. У каждой национальности есть блюдо, которым все гордятся и которое является визитной карточкой национальной кухни. В татарской кухне это зурбелиш, большой пирог, и чак-чак. На каждое торжество готовят эти блюда. Издавна повелось, что разрезать зурбелиш, то есть открыть, дело очень ответственное, и доверяют его далеко не каждому. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты для теста. Кефир 200 мл. Масло подсолнечное рафинированное 2 столовые ложки. Мука пшеничная 450 г. Сахар 1 ч.л. Соль 1 ч.л. Ингредиенты для начинки. Кефир 200 мл. Масло подсолнечное рафинированное 2 столовые ложки. Мука пшеничная 450 г. Сахар 1 ч.л. Соль 1 ч.л. Бульон говяжий концентрированный 5 столовых ложек. Говядина мякоть 500 г. Для начинки. Картофель 2 штуки. Лук репчатый 1 штука. Масло сливочное 1 столовая ложка. Перец черный молотый 0,5 щепоток. Соль 1 щепотка. Шаг 1. Для приготовления теста взять кефир, муку, масло, соль и сахар. Шаг 2. В кефир добавить масло, муку, соль и сахар. Главное в этом пироге – правильное тесто и мясо. Шаг 3. Замесить мягкое тесто, накрыть и дать улежаться, пока готовим начинку. Если тесто получится недостаточно эластичным, может из пирога вытечь весь сок и пирог получится сухим. Шаг 4. Для начинки взять говядину, картофель, лук, масло, соль и перец. Шаг 5. Мелко порезать лук. Шаг 6. Нарезать кубиками картофель. Шаг 7. Мясо средней жирности, хорошо бы добавить кусочки домашнего гуся или утки, но у меня не оказалось таких деликатесов, была лишь неплохая молодая говядина, поэтому я добавила сливочное масло. Шаг 8. Начинку сложить в миску. Шаг 9. Добавить масло. Шаг 10. Посолить, поперчить и перемешать начинку. Шаг 11. Тесто разделить на третьего части, отделить от него 1 дробь 4 и еще небольшой кусочек для крышки на дырочку. Шаг 12. Основную часть раскатать в лепешку толщиной 3,5 мм. Шаг 13. Форму густо смазать маслом и уложить тесто так, чтобы края свисали. Шаг 14. Распределить начинку равномерно. Шаг 15. Прикрыть раскатанное аналогично, меньшей частью крышкой и защипать края. Шаг 16. Вырезать дырочку в центре, в нее будем вливать бульон. Шаг 17. Скатать из остатков шарик и закрыть дырочку. Поставить в разогретую до 180-200 с духовку. Шаг 18. Приготовить бульон или горячую воду. Шаг 19. Пока будет печься, необходимо пирог проверять. Открыть шарик и посмотреть, достаточно ли там бульона. Если нет, то добавить. Шаг 20. Готовый пирог вынуть, смазать маслом и накрыть крышкой, или пекарской бумагой, и полотенцем на 30 минут. Пусть отдохнет и пропитается, за это время поверхность пирога станет мягкой и податливой. Подают пирог целиком в той же посуде, надрезая по кругу крышку, начинку накладывают в тарелки, а корочку разламывают и кусочки кладут на тарелку вместо хлеба. Нижней корочкой, самой вкусной и сочной, принято угощать самых старейших, уважаемых людей и гостей. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.